Мы строим, ну, предположим, разъезжаемую сеть телекомпаний. Что у нас здесь у нас? У нас есть опять студия, которую вам нужно оборудовать. Есть выездный корреспондент на машинах. Который должен связываться? Который, да, обязательно должен связываться. В этой студии, разумеется, есть архив, сутки, видеодам, это и обсервы, и всё такое прочее. Прямой верой не выпускает людей, которые там... У нас корреспондент по телефону передаёт. А что ещё бывает в результатах? Монтажные мистерские какие-то, дешевле какая-то обработка видеоизображений. Так, а машинка, как это вообще-то монтаж? Ну, это не так просто на самом деле, потому что видеомонтаж, подсказка, это очень большие потоки данных. В формате HD, если вы хотите быстро работать, то очень большие потоки данных. Очень большие. Да. Что ещё может быть в этой компании? В студии, может быть, несколько, понятнее дело. Есть, разумеется, какая-то администрация, которая бдит Буалкерия, наверное, да? А где он в 7 километров? Ну ладно, если не в 77. Вот. Ну, идея понятна, да? А сколько крупных крупных крупных? Ну, исходить из того, что число рабочих мест, в общем, порядка 200. Считает десяток мобильных выездных групп. А сколько тут есть на труд? Водитель, оператор, корреспондент. Может быть, там, укрепляйся, если там что-то серьёзное, а не более того. Да, ну, что дальше промышленный, промышленный, как приятный. Не надо обеспечивать связь, прозрёт. Каждое решение, которое вы здесь закладываете, вы должны постановать. Да, ладно, ладно. Промышленные предприятия там не знают. А если компания-помбия, там, артистчиков несут. Они обступают с сетью датчиков, разумеется. Чего? Всполнительный механизм компьютерного управляемого. Ну, где-то, да. Куда вы, где-то, ну, где-то. Здесь надо где-то, где-то, на запуске обрабатывать. Будет вычисленный механизм управления техническими процессами. Зервная система. Вы разъединяете в процессе. Есть у вас? Да, я думаю, что это. Отдел будет, там, коммерция всякая. У меня в счастье отдел есть, которого нужно знать, чем торговать, что сгруппать. Есть, естественно, администрация. Дальше, я думаю, про это тоже. Живо интересуется происходящим. Есть, 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 но горелый, какой-нибудь региональный возраст. А, да. 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 Есть, есть у вас, как подойдет мобильная группа, мотающие сотрудники. Или сотрудники, которые могут обеспечить круглосуточную воздействие с работой. То есть, дома там, сольбета, как еще. Дюнерский студент, может быть, если просто делать 3-2, так, или ну, давай, что? это не шло. Почему? Это, ну, всякие технологические оборудования. А чем? Станки, там, я знаю, чинишки, уголовные, конференции, фондыряют. А, простите, мы импульсом, не надо, и, конечно, все это у вас. 3,6 или 3 секунды. Отсюда выходит какой-то продукт, который поступит и на интернет, и на антенне. А, да. 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 Поэтому ничего электрического, по возможности. Здесь еще одна комната. Она, у нас, как бы, в здании самом расположена. Она небольшая совсем. И в ней как раз будет всякая запасная часть. Пиши кладов. Так, ну что, поехали. А, да. Ну что, поехали. Как раз, как раз, организация системы. Да. Сейчас у вас что-то. Детализировать достаточно, я думаю, можно переходить. Ну, это она вообще должна стать. С точки зрения системы владимиристраторов. А, ну, начнем с мемника. Едем, 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 мы снимаем пульсерепассаж кромо-1. Вот и время. А, это о том, что мобильная система, которая должна выезжать на место импортажа или просто снимать интервью с важными лицами, должна обладать возможностью вывода видеопотока и аудиопотока на спуте, который дальше будет приниматься. Соответственно, команда примерно с трех человек. Соответственно, водитель, красивая женщина-репортаж и механик, который мы хотим видеть. В нашем потрясающей машине есть те машины здесь, которые обеспечивают вообще движение. А внутри массивные батареи для обеспечения питания контрами, которые, в свою очередь, подключаются контрами к самому машине, подключаются проводами к бабу, которые работают оба на где-то с половиной площади, которые дают на спутник. и при полонке одного из них в запаске механик доступен, и, соответственно, обеспечивается бесперебойное просвещение информации даже при прямом эфире. Есть блок, который подключается к Bluetooth к гарнитуре, и, соответственно, красивая женщина может передавать аудиорепортаж отходов. Ну, там немножко не через Bluetooth делается, но все понятно. Ну, беспроводная сеть там. Может быть. Какие команды исключилось? Будет примерно 20? Простите. А просто через какие-нибудь репортажи извне? Остановки. Хорошо, маленький точнее еще вопрос. Вы удивлены, что у вас одновременный эфир пойдет 20 команд в рамках одного дивизионного репортажа? В одновременный эфир нет? Нет. Так. Но мы все равно все шлем, да? Потому что у нас страшное управление есть. Об этом позже, да? Ну, хорошо. У меня все-таки есть такой вопрос. Ну, следует что вы шлете? Следует Ага. Я произнесу когда уточнел задание об организации этого канала и что вы сами делаете? Деньги. Ну? Что вы делаете этот канал? Используем. Ну, понятно. Срабатывая можно купить. Купить. Да. Если вам нужно иметь, предположим, максимум 2-3 студии одновременно в эфире, какой вам интерес платить за 20 каналов? Для того, чтобы они гоняли данные индукцины. Если вам это не нужно купить в эфир сразу, почему вы не записать из себя и приехать колесами? Вам не нужно выйти в эфир сразу. на 10 точках мы можем иметь в таком случае возможность перемываться. Возможность вы иметь. Но вы вряд ли выпустите 20. Дело в том, что ХАИ там есть, но дело в том, что не подходит прям подъехать потом и сюда. Но нужно все равно пролезть будет через спутник, так как ну может другую в Новодеросоль допустим в Москву Это можно перегнать потом через интернет как обычный программ не покупать не дорогие просто очень дорогие Мы одновременно не будем все использовать А вам нужно подчеркнуть Вы можете заслать 20 студий Но вам сколько можно в одной программе Нет, у нас там ремонтаж идет один отправил другой отправил ну и сначала те, кто в прямом эфире существуют которые не выходят в прямой эфир в принципе они накапливаются на какой-то общий договорный эфир Мы поехали на снимание Нет, так они не в эфир выходят а просто на сервер Нет мы там не через 20 просто одновременно используешь три канала или если почтем его да по очереди хорошо у нас в эфире машина номер 1 в этот момент машина номер 2 а в этот момент оператор машины подойдет что-то интересное он снимает и записывает на встроенный проект а там там например комплекс которые могут списывать информацию спокойно они держат которые распичивают ну тряске они ну проще ну хорошо едем дальше думаешь богат или бедные мы сначала сказали что мы бедные потом парочка уход значит не богат ну ладно мы отправили оттуда данные сюда вот секундочку когда вы покупаете этот канал ну это правильно нет секунду какие требования для этого канала чтобы всегда работал и чтобы быстро работал что такое быстро ну ну чтобы можно было нормально передавать какие требования у нас в каналах если сейчас будет информация ну быстрее ну уже у меня какая-то задная скорость на половине мы почитали какая-то скорость в каналах все эти движения здесь у нас складывается вот у нас помните рисовать да играет вот у нас большая скорость канала вот у нас вот у нас передается а еще приходит ну не так называется как это выглядит как это называется ну вы видите с котиком договорились? ну договорились так все ну допустим они пришли данные вот отсюда это это главный сервер он обрабатывает все запросы какие запросы обрабатывает главный сервер вот отсюда идёт данные он их швёт в нужный лист он знает что он как получилось потом вот то есть у нас есть два рейд 5 плюс корр и 4 рейда 6 здесь сейчас это архив 4 ряда 6 я люблю рейд сейчас да здесь по 6 дисков 1 и получается 40 здесь 5 5 5 но всего 8 так как у нас 2 контрольные суммы еще один горячий зверь значит вот такая система защиты есть есть один диск на него ведется такое чтение другой запись точнее наоборот точнее наоборот с а мы пишем на этот трейд Если со спутника, то на это не паримся. Как еще? У нас тут монтажники-плотники. Они берут... Чтобы монтажники работали по сети. Как они подсоединяются? Допустим, если я монтажник, то у меня есть высокая скоростная. Успеется, она на главном воде. Но, на самом деле, это не совсем так. Я хочу задать уточняющий вопрос. Пожалуйста. Для монтажа данных нам что от них требуется? Ну, быстро-быстро-быстро все. Быстро-быстро-быстро. Какую максимальную веревку можно потянуть на рабочие места? 10 Гбит. Ну, 10 Гбит будет очень кусачий монтажник. Ну, 1 Гбит. 1 Гбит. Сколько это мегабайт в секунду? Ну, 8 раз меньше. Ну, я понимаю. Ну, 0,45 Гбит. Ну, порядка 125. Минус служебной информации рассчитывать на 100. Ну, да. 100 Гбит в секунду. Это, простите меня, внедрение скорости одиночного нечестера в машине. По опускам питера. Вы считаете, что монтировать будет удобно? Я, в общем, говорю о времени задержки. Обращение сетевым данным. 2,2. Монтаж, чтобы... Ну, тогда 10 Гбит иммунием монтаж. Как еще? 40 Гбит. Нет, что вы можете протяжить? Можно, конечно, сразу на компьютер записывать там из эфира, но... Кстати, там все одинаковые компьютеры на всякий случай. Ну, хорошо. Для монтажа по опускам нужна высокая скорость и минимальная задержка. Вы считаете, что по сети можно отдавать минимальную задержку? Не получится. Посмотрите, сколько у вас этапов проходит запрос к станции монтажника. Ну, вот сюда, сюда, сюда. Здесь. Монтируется, идет на сервер, сервер обрабатывает. Мы не знаем его загрузки. Мы не знаем, насколько он реагировать. Дальше запрос пошел сюда. Мы не знаем загрузки массива. Пошел ответ сюда. Сервер там еще подумал, подумал, подумал. Прошел вот здесь. Мне кажется, что монтаж будет у меня, так говоря, затруднено. Ну... Даже при хорошей мере силы, я надеюсь, что будет отдать, что... А если взять и продать шутник, так? Да. И что нам это даст? Попускать. Да держку меньше. Да мы все равно покремся. Две гитлые верев, которые медленнее, одиночные. Медведь. Две габидные верев. Ну, хорошо. Две габидные верев. Две габидные, одиночные, одиночные, отлично. Ура! Мало? Надо? А кому надо же? Монтаж? Ну, хотя мы два-три раза быстрее, чем в реальное время. Что здесь делать? Рассмотреть станцию монтажника отдельно. Ну, все могут, они все хотят быстрее. Конечно. Может быть, можно что-то сделать со станцией монтажника, чтобы она работала? Ну, даже если на любую крайность массива включить, то это не даст твою листью. Разумеется. Потому что работать через сеть с монтажом, это опасное заблуждение. То есть? Как реально, если здесь сидят монтажники, поставить у них здесь свой Рей-5? Пусть они с ним работают? Ну, они все равно не будут обращаться, так, по сети. Ну, как? Ну, поставить, совсем будут эти пластиковые. Совсем будет быстро поставить. Ну, вот стоит коробка, да, и они вокруг четверо сели. Ну, все равно берем шнурочек перед пазарнатом, положим в силу двухметровой, какая-нибудь. Не, а если взять не из, ну, что-нибудь, про другой вариант такого, там, как его зовут, ну, что-нибудь там внутри комбана соединяются, там, скорее. Ну, соединить внешний массив можно. Ну, вот так же присоединить. К одной машине. Да. А что, потому что не с этим сразу? Как вот будет предстоительная работа слоевой системой в этом случае? Тут я очень... Посадим в других, и человек придумает. Потому что делим его в этом еще. Не решение. Я же сказал. Давайте рассмотрим компьютер монтаж. Один? Ну, один начинь, да. Давайте рассмотрим компьютер монтаж. Как я уже сказал, нам нужно быстро работать с потопами. Для этого нам нужно быстрое хранилище. А нужно, например, читать несколько потопов. Тогда, может быть, твердотельный этапитель использует? Теперь можно и твердотельный. А нужно ли нам твердотельный этапитель, поскольку мы работаем с потопом в данных? У нас нет произвольной выпутки. То есть у нас не мечется головка по диску. Как пошли читать немедленный видеопайл, как мы его читаем? Почему он такой немедленный? Может, там... Часа будет? Гигабайт. Гигабайт. Их может быть несколько. Работа монтажа, как свести в один результирующий. Что он может ему предложить, чтобы это не мало разумное время? Чтобы он не бегал поезд на полчаса, пока машина шевелится? Ну, 15 рублей. Тоже плохо. Понимаете, пока человек гуляет с поля, а машина работает, то ему хватит зарплату. А он ничего не делает. У меня дача подровка. Ну, вариант. Очень хорошо подровка. Хорошо. Как можно построить компьютер монтаж, чтобы он работал хотя бы пошустрее? Ну, отценилили. Давайте рассмотрим отдельно данный компьютер. Нам нужно быстро работать с данными. На самом деле, ответ уже есть. Узнаем вопрос. Ну, быстро. Быстро, хотя как? Мне не устраивать дорожку раздельно взятого винчестера. Я уж не говорю спросить. Потому что флажка взял, то, что записал, принес. Я принадлежу. Ну, видишь, даже хорошая флажка, я взял 25 мегабайт секунды. А если я быстробегу? Сеть дает стоп. Как вы ее обвините? Будет правильный представитель на 5 флажек и быстробега? 6. Не смешно. Вариант. Мне нужно быстро работать с данными. Вы хорошо принимаете компьютерный канал. Залили какой-то общий бодил. Может быть? Ну, диски правильные. Ну, рейд, он обеспечивает быстродействие, в принципе. Хорошо. Почему это? Давай быстренько. Компьютер-монтажник то, на чем можно работать. Компьютер-монтажник вообще вся жизнь впереди. Пусть и торопятся. Ну, вот диски. Какие-то уколы-колы. Диски, хорошо. Они должны обновленно работать. Отлично. Одновременно. В каком случае у нас работают диски? Диски работают. Ну, или... Каких вариантов массивов? Ну, вроде 0 такой. 3-5. 5-0. Отлично. А нужно ли нам иметь здесь оплату устойчивость? Нет. Нужно. Ну, хотя бы чуть-чуть. Выставляется ли информация, которая хранится на компьютере-монтажнику? Нет. Ну, у вас, например, монтажник или нет? Нет. Она есть у нас в общей банке. А, то есть? Нужно ли нам обеспечивать за хорошие деньги, как в данном случае хранящий монтажник? Нет. Вот это, допустим, в рейд 0 из 5 дисков. Ну, и 5 может не влезть, а в 4 практически всегда влезть. Ну, и один дам будет. Ну, все равно, если же где мы те в рейдовом, они не будут. Монтажник один раз забрал себе то, чтобы время монтировать. Через к первому. Ну, промонтировался быстренько. Ну, и упрыли. И вылезли обратно. Так как он заливается и вылевается 15 минут, в котором машина... Или вы говорили 15 минут пока... Именно монтажа, когда начинает стёрление, этот поток, этот поток, этот поток, этот поток, теперь этот, 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 задержки и растуки ужасны. И опять же, если вы работаете в режиме монтажа с мультиным рейдом, то, что вы здесь можете иметь много-много софин для восьмых пунктов. Но потом всё равно будет отдаваться довольно медленно. А, ну, это какая-то поток... Потом мы выливаем один резюнтирующий. Ну да. Получилось у нас передать. Мы её полагаем, и всё. Ну ладно. Передать один раз вот так. Не, ну, понятное дело, что... Короче, чем вот в режиме монтажа вот так вот делается. Не, ну, в принципе, понятное дело, что он не работает прям вот с тем, что он себе копирует. И работает здесь, он не с каким-нибудь RAID-5. С банальным RAID-0, в любом случае. Платить за RAID-5 контроллер, который даст хорошее по статистике, если информация у меня не детальна... Я уж не говорю о том, что это будет медленнее, нормально RAID-0. В любом случае. Сколько бы вы не заплатили за контроль. Купили новый кабинет монтажников. Они почти довольны. И работает с крутыми RAID-0. Они ещё не знают, что это, но мы сказали, что... А их, на самом деле, это не волнует больше. Ну да. Нужен быстрый диск. Называется там диск D. А только внутри организован физический. И, по-моему, выставка хорошо. А, так. Ну, остальные, слава Богу, не так можно жирный интернет. Поэтому в другой штат, ещё в другой штат и администрация. Пожалуйста, укор. Есть ли резонно пустая монтажа как интернет? И чем же многие подчеркивают? А, ну, это... Ну, в этой, кстати, они не будут никто у нас. Это даже нет. Я его не рисовал. А также, например, редактор, корреспондент, готовит материал. А, он где, здесь или здесь? Наверное, здесь? Нет, я не знаю. Кто у вас стоит? Вот здесь другой штат или ещё другой штат? Ну да. Он в другом штате или в другом штате? Стоп, кто? Редактор. Ну да, в другом штате. А, всё. Слушай, не забыл. А, в другом штате он сидит. Вот здесь сидит, да? А рядом у него мобильник. Иначе 3G. Ах-х-х-х-х-х-х. И зачем? Скажи, пожалуйста, у вас где-то тут должен был быть сайт компании. Ага. 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 Ну, опять же, через 3G. Нет, вот здесь мы подключились. Толстый, толстый, толстый. Толстый, толстый. А почему он должен быть толстым? Ну, потому что сайт мы выпускаем, знаете, видео. Он толще, чем скилами. Если у нас идет хотя бы полусыржный клиент подновременно, это тоже хороший штат. Отлично. А вы считаете, что... И иметь ли он через 3G модем? Да ладно, надо. Я что? Нет, я просто запущу. Можно было бы сделать... Мы же мошенника ждем, да? Может, через чей? Мошенники могут быть угрозы, типа... Какая еще может угроза? Полезка экспозиции интернет, если даже не мне так сказать. Но это мошенник. Нет, нет. Наш честный, хороший перестандент готовит материал. И он там поймал какой-нибудь вирус, который... 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 Чтобы он можно просто инуть дверь. Я думаю, что у них антивирус был. Антивирус был. Антивирус был. Очень хороший. Ну, там вот сидят, отмежут в уголке. У них тестовый компьютер, сейчас они одинаковые, они все вирусы ставят и смотрят. Все вирусы ставят, просто с 5 человек из интернета. Конфютер монтажник. Есть ли яризон опускать антаркет? Качают. А нет. А монтажник? Нет, да. Отлично. А почему? А зачем? Ну, они редактируют все видео, редактируют. С точки зрения организационной и согласны. С точки зрения технической. В чем могут быть проблемы? Ну, во-первых, они могут шлить данные в интернете. Ну, это сложно с видеопотоками, но предположим, да. Может быть, там с вами потянули. В чем еще могут быть проблемы? Точнее, подскажу, какую проблему может внести решение проблемы? Решение какой проблемы? Какой? Ну, какую проблему сейчас создали? Ну, сейчас создали проблему, чтобы мошенник не мог. Ну, чтобы наши данные были защищены. С точки зрения другого штата. Здесь не переспондент, что вам создали? Ну, что ему нужен Wi-Fi. Ну, не Wi-Fi, спасибо себе, да. Хорошо. Вот он пошел за жаренными импартами. Что случилось? Вирус ЦПЛ. Отлично. У него стоит на компьютере антивируса. Что такое антивирус? Когда мы говорили про антивирус, в данный момент так? Нужно его обновлять и ждать. Хорошо. Актуально. Хорошо. Антивирусы что делают? Кушают ресурсы. Мы не избили со скоростью станции монтажника, потом поставили расписку и тормознули крутейший сестер. Ну, не обязательно косметику. Ну, условно. Все равно антивирус, мы должны откидать. Если же не поможете у монтажника. Он меньше откидает. Он тоже хорошо. У монтажника же отдельно. Если мы его пускаем на интернет, надо, извините, заботиться на монтажник. А то проще его никуда не пускать? Ну, у монтажника мы не пускаем. Вот именно поэтому, чтобы не портить, ему как будет? Ну, не знаю, что они там. Просто чтобы его не портить. Хочешь, пусть идет в другой штат или еще другой штат? Или еще и все другие? Ну, мы его поставим, и мы поставим еще один поеду. Или в воде? Он сидит в подвале. Хорошо. Дальше. В смысле, вот интернет мы обеспечили, другой штат, монтажник, да, другой штат, еще другой штат, администрацию. Как Вы думаете, вы обеспечили надежность хранения данных? В смысле, ну, RAID 5 стоит, RAID 5 стоит, они только копируют ток чтения, запись там, только совсем. Ну, предположим. Хорошо. Пожар все рано? А мы от этого застрахованы. Мы от этого застрахованы, но у Вас утрачена уникальная информация, Вы не с каких денег вы получили? Нет, ну, у нас от пожара вообще нет. что от этого? Что Вы забыли, у Вас есть огнетушитель. Что Вы забыли с точки зрения хранения информации? А, телефон, чтобы позвонить в пожарные службы. С точки зрения хранения информации. Ну, рейд все... Фонари при пожаре не должны добавить. О чем Вы говорили? Ну, обсуждали возможность разрушения любого усил, возможность логического разрушения данных. Фод резерв? Фод резерв погибнет вместе от рабочего сервиса. Ну, тогда взять... А, все удаленные сервисы? Удаленные сервисы, да? Ну, удаленные сервисы, чтобы видеорит у нас... Ну, удаленные, немножко для видеомонтажа будет сложновато. А к чему относили обучные сервисы? Ну, допустим, поставить в другом здании тоже небольшое... Это раздел. Какой у нас был тема, когда мы говорили про обучные сервисы? Вы помните? Ухранение моей информации. Ну, хранение ТРФ-массива и обучные сервисы все так раз. Чуть точнее. Резервное копирование. Да. Резервное копирование. А у нас есть. Вы на те носители, которые вы можете снять и, грубо говоря, внести вечером данных. И у вас по дороге оболкают. И все ваши данные... А Мацуд? Ну, как правильно, Мацуд. Как правильно, да. А что мы делаем при резервном копировании, если мы не можем обеспечить защиту? А, что мы делаем при резервном копировании? А у нас есть пароль оболка? 4, 6. А у вас здесь не кто смотрит на защиту. Аксильки с помощью резервного копирования. Хорошо. Предположим, что у вас не слишком трезвый админ. Вечером под пивко в ошибке форматом не пропасит. Ну, обычно таких админов быстренько... Это вас уже не спасет. Ну, уже потеряли. Ну, обычно под пивко они не пропускают. Нет, я прошу. Ну, пусть важный момент эти форматирования они происходят... Только и исключительно... Да, мы и Брена стоим на входе. Только и исключительно резервное копирование. Вот, то есть будет здесь в армии. А резервное это, то есть, ну, на каком же, допустим, носителе, копированный носитель на интернете? Ну, после того, как вы сделали программу Mouch-All-Fix, запишем, я предположим, в юбиле и в юбиле, в юбиле, в юбиле, в юбиле в юбиле в юбиле, в юбиле в юбиле в юбиле. С ней бы ничего не случится, как там, не знаю, сейфин-таллеск, в юбиле в юбиле, в юбиле в юбиле, в юбиле в юбиле. Там же, по-другому, физическому, может быть, физическому, может быть, умышленному, может быть, случайному. Но при совершенном травме наносили, вы обнаружите, что он пустой. Очень обидно. Смерть смехом рассказывали историю про товарища, еще в эпоху больших фильмов с машин, который ошибся в количестве своей шехтованки промокирования. Вместо того, чтобы очистить какой-то каталог, очистился весь корень системы. Он заметил, что через 15 минут никак операция не завершается. Он рассчитывал, что он уже практически ненаверно каталог, может быть. Он чуть-чуть процедуру затянулось. Хочет понять, что он, собственно, делает, он чуть-чуть и сидел. А что там такое было? Ну, большая система, управляющая целой компанией, там есть гектаклоги, у них что-то хранится. А там уже поздравлено, кто-чет, кто-чет, кто-чет. Он хотел очистить один какой-то рабочий каталог. Не нужна информация. А потом спасали как? Резервную копируют. Потеряли не больше нескольких часов на то, чтобы залить все. С 3 мм работали медленно. Его не уволнили? Ну, история об этом умолчивает. Я сомневаюсь, что ему сказали спасибо. Но резервная копирование способна. Аппарат, подчеркиваю, все было нормально. Ничего не сломалось, но данные нас покинули. Улетучие. Поэтому никогда нельзя забывать про резервную копирование. Никогда. Хорошо, едем дальше. Сейчас студия. Аппарат, подчеркиваю. Аппарат, подчеркиваю. Аппарат, подчеркиваю. Они, во-первых, служить, включаются 220 вольт, чтобы кайпа поднять. А? Нет, тут шоу, да? Есть пара розеток. Поехали. Поехали. Здесь сразу еще вот здесь. Нас интересуются с высшим дикам. А там вот. Вот. Камера 1, камера 2. О! Усточник и камера 2. Здесь камера 2, а оно как внутри. Сколько? Сколько? Шесть камеры? Шесть камеры. Семь камеры. Или восемь, я не помню. В соответствии с какого критерия вы рассчитываете пропускную способность вот этого грозного дерева? Кто-то плохо, кажется. А, это я. Вот так. Вы рассчитываете пропускную способность вот этого грозного дерева? И что это за дерево? Грозное. Я думаю. Можно даже сирия сделать. Отлично. Можно было сделать. Ну? Хорошая грозная. Хорошая. Насколько хорошая? И чем хорошая? Ну, она очень быстрая. Очень быстрая. Быстрее, чем оптоволокно. Ну, слушай, она не греет. Ну, ладно. Оптоволокно, допустим, в проложение, чтобы на всех водах. Из кровной наброс. Я не знаю. А, почему бы мы уверены, что если у вас в минусе идет, всего этого? Нет. А я не говорю, что это не крово. Ну, так сказать, есть какие требования? Как же статистику? Ну, вот, смотри. Здесь крово, да, идет? Здесь крово два идут. Здесь крово, да? Здесь крово. Здесь крово. Ну, просто вот крово. Ну, сержитистов, да? И в нем, вот. И все. Да, да, да. Это шедеврически крово. Здесь источник данных, который характеризуется тем потоком, который он может отдать. Правильно? Угу. Если у нас камеры высокого разрешения, мы можем посчитать, какой и нужен поток. Исходя из этого, соответственно, мы убираем технологику включения. Ну, мы же не знаем, какая там камера. Ну, как же это называется? Да, не идет. Ну, берете, смотрите. Какой у него поток? Ну, не написано, инструкции нет. Ну, как же, давайте посмотрим. Ну, вот есть камера. Вполне себе, по-моему, Full HD. Full HD. Да, да, да. Вот мы знаем формат кадра. Знаем? Знаем. Много. Много. Частоту исследования кадров мы себе примерно представляем? Пять за секунду. Двадцать пять. Не надо, нам пять хватит. Двадцать пять. Иначе у вас будет пантомина вот такая. Нет, тут мы нормально пройдем. Двадцать пять кадров в секунду. А, можно шестьдесят? Можно. Двадцать пять. Будете потом выливать. Какое устройство будет воспроизводить? Обычный штридц. Обычный телевидение в районе тридцать. То есть вы можете посчитать, какой пример на поток в секунду у вас вверх свяжется. Сможете? Можете. Двадцать пять. Вот это, что мы посмотрим в посуде вперед, мы делаем такое, чтобы камера могла передавать без заикания. Понятное дело, да. Может, каждый камер. Ну, то одно не обязательно. Может, где-то в какой-то завалить. Ну, мы посчитаем, посмотрим, что нам нужно, и каждый пойдет в право. Хорошо. Куда у нас это все пришло? К Северу. Отлично. Это Север. А что делает Север? Поддерживать файловую систему? Или что-то еще? Сразу просто отдает на верхний рейд. То есть он у вас практически занимается тем, что спортирует файловую систему. На следующий раз. Ну, вот есть, как бы, диск сервера, который на самом деле вот эти вот массивы рейд. Как это? Ну, мы же с вами обсуждали, что рейд-массивы могут подключаться непосредственно в сети помимо сервера. Ну, здесь как будто нет. А зачем нам нужно этот сервер? Чтобы обрабатывать через него все запросы, чтобы все было логично и все делалось там... Ну, все логично, мы назначаем право доступа к массиву. Ну, может, можно еще сделать зашит, да? А, сразу пойти я тратик на этого это, видишь? Ну, он толстый, да? Сразу на него задачивать. Отлично. А в этом случае чем он называется? Сервер? Эм... Ну, вот эти миши. Ну, и... Он точно даже читает мишу с массивов. Ну, и... Может, интернет сейчас не сделать? Касаем интернет. Каким образом рождается? Ну, и... Может, интернет сейчас не сделать? Касаем интернет. Каким образом работает ваш веб-сайт на фроне? Вот вы сейчас автоматировали, пустили в эфир. Вот, сервер есть. А. И на нем... Вот еще один сервер. Оп, перезародочка. Звучит. Так. Сервер. Что они крутятся? Ну, к нему приходят всякие говорят, дай нам видео. Он дает. Получает запрос в формате H2P. Ну, да. Формат запросов правиловой системы вот этот, дисковый. И плюс он... И он еще жутче туда. Я даю. Да, да. Заборщик. Даю. Даю. Он добрый. Всем даю. Всем. А? Всем даю. Ну, хорошо. Сюда всем. А у вас массива 1,90, 1,90 кольца. Как ты видишь? Ну, в этом, там, там, Ну, я помню, нарисовать, сказали так, классно. Ну, я сам знал, почему. Так я понимаю, что передача, по-моему, принципов. Ну, просто так удобнее всего. Удобнее почему? Почему? То есть, 20 сей для тех, кто идет? Нет. Вы всю остальную сеть, посмотрите, нарисовали, ну, почти звездой, из-за метки. Хорошо, я согласен, не спорю. Она есть звезда. Отлично. Система хранения подцепили колечко. Ну, она быстрее, там, ну, там, может, колечко, оно небольшое, быстрее. Ну, это понятно, почему она быстрее. Я бы понял, что она быстрее. Хорошо. Ну, быстрее, все надо. быстрее, 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 10 габитов. дороже. Ну, сомнительно, сомнительно, возможно, что и близко. Ну, тогда ставим, при всей габитве, не правильно. Чем у нас характерны пользы стреляющих маркеров? Ну, они маркеры продавятся. Хорошо. Может, наверное, сеть полностью всегда задержана будет? Ну, КБД, 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 у нас получается выше, и не сплошь. Ну, а что еще? Охранник КБД. Я потом рисовал, когда СППП, но примерно в виду у меня нет отсутствий. Ну, рисуем, что вот здесь все, и вот здесь колечко. Когда я рисовал, вот, на этой кете доски, такую ромашку из пяти колечек, о чем я рассказывал? А, в смысле, вот так? Да. Какое преимущество этой системы? А, мы... А, корректированное время, доступность, одновременно, это держит. Если вы работаете в системе охранения, это достаточно интересно. Особенно, если у вас множество одновременно запросов на чтение и запись, у вас не получится в ситуации, что какой-то папа придет хорошо и быстро, а другой начал заикаться. Угу. Именно, когда вы работаете с видеопотоками, это важно. А у вас именно видеопоток. И если вы работаете с какой-то базой данных, то один клиент чуть быстрее, чуть медленнее, это только на уровне эмоций. А если... Несмотря на сколько медленнее. Ну, даже ссыпается, на самом деле, это не страшно. А если у потребителя видеоинформации периодически она заикается, он будет недавно. В целом скорость высокая, но то у одного заикнулось, то у другого, то у третьего. Потом еще у кого-нибудь. Потом по кругу пошло опять заикание. Будет крайне неприятно. И даже 10 Гбит может не спасти. Хорошо. А так у всех заикается все время ненормально? Нет. А так мы имеем гарантированный полосу-покустояние. Не хуже какой-то. Ну да, да. В ноль не уйдем никогда. А здесь все, вот, регулирование всех ваших таких медицин, которые... Да, хорошо. Хорошо. Какая дополнительная роль может быть в телекомпании? У вас на самом деле нарисованная. Просто хочу понять. Вы это нарисовалась горячая, и вы понимали, что делаете. Спасибо. Какая дополнительная роль, в случае, скажем, чрезвычайной ситуации может быть в телекомпании? Так я дам президенту. А? В гостиницу. У вас нарисован. Да. Ответ у вас нарисован. Да, да. Вот этот вот раздел, пожалуйста. Подробнее. А, ну... Чего там? У него масло есть, надо его подогревать. Нет. Почему он подключен здесь генератор? Ну, значит, надо подогревать. Когда запустили, он заработал. А пока он выключил, или что-то, да? Мы пока его подключаем, у нас источники с привода питания работают. Как вы думаете, что вам будет выгоднее? Более-менее локальные источники питания? На студии отдельно, на серверы отдельно, или поставить они на дроны без три года? Ну, вот они на дроны просто разбирались вчера. А? Это мы разбирались вчера, потому что на самом доносе. Походу, короче. С точки зрения надежности. А что будет в жизни? Наверное, везде покажут. Ну, я просто еще один, Александр Алексеевич. Хорошо. А остальные, я думаю, другу хватит. Почему? А? Почему? Мы разбирались просто вчера. Пацаны доносы. Дороже получится. Ну... Ну... На самом деле не спал. В смысле? А... А... Дешевле, чем сто маленьких. Бабушка, надо спросить. Кто-нибудь может сказать? Если нет. Кто-нибудь может сказать, почему в данной структуре имеет смысл, например, поставить лучше маленький дискребный, но... относительно маленький? Или один большой надход? Как делать? Маленький. Почему? Потому что один может предать. Точка отказа. Да. Точка отказа. Если один больший отказ, то все будет, а если один маленький, У вас несколько студий, быстро перебираем в соседнюю студию и продолжаем работать. Просто получится надежнее. Иногда бывает необходимо ставить большой бесперебойник, скажем, без того, чтобы воспитать такой-то цельный комплекс. Бесперебойник, например, на студию, это все-таки достаточно солидное устройство, и у него такая вот колоночка. Но лучше иметь... Можно здесь поставить на студии... Ну вот так, да. Или хотя бы одну из студий обеспечить, если будет на питании, если дорого все. Но централизованная защита будет страшнее. Хорошо. Вот так. Чисто в порядке дополнительный проверок. Приказу используется модуляция вот этой сети. Ирванистан, чтобы не рассыпался на этих страстях. Ну, 4-5, а что? Ну, 4-5, и мы с этого окна в 6-8 мы забыли. Хорошо. Оптика вам здесь будет нужна? Вот так. Ну, и совет, с такому штату где-то вот в пределах одного этажа можно удержаться. Назнали какую помадку. Ну, можно как. Ну, в принципе, все, расстояние не сильно большое. Можно... То есть вот эта вот распределенная звезда, если я правильно обжимаю? Ну, хорошо понятно, что да. Было дело подольше здесь. А! Вот это? Вы получаете вот здесь. Ну, вот. Здесь здесь отпустим вот столкну, а здесь нитки. Чтобы здесь канал не был слишком мусор. Смотрите. Вот тем лучшее, чем вот эти мусорки. Да. Потому что, например, смотрите. У вас здесь... Один монтаж не выливает, пошел работать. Он, в этот момент, в этот момент, другой выливает данные звезды. Улицать вот эти маленькие каналы в данных тысячах или зонах выпусках. Их не надо на временем здесь работать. Ну, мало ли они, да. Хотя... Вот это как-то не работает, это зависит. А, смотри, у них потом еще быстрее перелешь, тем лучше. Так, ну хорошо, что предположим. Спасибо.